всем привет меня зовут сергей приветствую вас на канале 1серж23 сейчас я произвожу ламинирование сапборда для парусно-моторного парус парусного чисто спорта это не сапборд это доска для виндсерфера она должна быть в очень жестком виде и поэтому я ее ламинирую то есть она должна иметь очень высокую жесткость потому что вот даже сейчас она раскачана до полутора писей если вы свою лодку попробуйте так раскачать у вас лодки не будет если вы попробуете так раскачать китайский сапборд у вас не будет сапборда а как видите здесь все хорошо но для того чтобы было еще лучше я ламинирую но ролик сейчас не об этом а бы а как производится ламинации вам рассказывал а теперь я вам расскажу о том как работать полиуретановыми клеями в русле того что я уже снимал ролики по работе с жидкой ладки вот показываю и так примеру вы отремонтировали какую-то поверхность жидкой ладкой после этого вы берете пвх ткань и берете непосредственно свою лодку или что вы там ремонтируете у вас на изделие накачано как видите то есть все ремонты дальнейшие проводятся точно также как ламинация по готовой работе то есть по накачанному изделию теперь берем полиуретановый клей самое оптимальное брать клайбер к 900 он есть в доступе не забываем купить закаливатель и разбавитель полиуретанового клея обрабатываем поверхность разбавителем полиуретанового клея после этого после того как обработали разбавителем полиуретанового клея, то есть у вас поверхность, оклеиваем место, которое вы будете ремонтировать, заплатку и все остальное, вырезаем, совмещаем и обводим все это дело карандашиком, а лучше всего оклеить еще после карандашика, оклеить все это мероприятие малярным скотчем, чтобы вам не засрать все остальное изделие. Разбавитель полиуретанового клея, это такая скотина, впрочем, как ацетон, который вступает в реакцию с ПВХ и снимает вот этот верхний защитный слой. Если вы будете эту операцию делать, вы просто испортите верхний защитный слой конкретно вашей лодки. Верхний слой ПВХ, лодка поэтому как только она окажется на солнце, она в этом месте почернеет, дальше она начнет просто ткань начнет разрушаться. Чтобы этого избежать, надо все делать очень внимательно и аккуратно. То есть оклеили место ремонта малярным скотчем, после этого обезжирили это место, вырезали заплатку, проверили, что она подходит, потом дальше сделали какие-то пометочки ручкой, например, ручкой там, или есть сейчас вот такие терморучки, то есть она работает следующим макаром. Вот я работаю шариковой ручкой, у меня все равно под ламинацию тут пофиг. А есть терморучки, которые ты нанес, она как шариковая ручка, а потом при прогреве вся эта краска просто разрушается, и все, ее не видно. То есть очень хорошая штука, продается, кстати, за копейки, по-моему, в озоне. После того, как эту вы штуку сделали, эту штуку сделали, вы делаете следующую операцию. Берете полиурет, обезжириваете заплатку, обезжириваете, как еще раз говорю, обрабатываете место ремонта, заплатку четко пометили, как она должна стоять у вас на изделии, после этого берете полиуретановый клей, приготавливаете его по согласной инструкции, и, соответственно, наносите полиуретановый клей на изделие и на заплатку. Соответственно, в том месте, где вы отремонтировали жидкой резиной. Ну, не жидкой резиной, а жидкой латкой. После того, как вы эту операцию провели, что вы дальше делаете? Даете высохнуть до полного высыхания. То есть высыхание должно быть полным. То есть вообще без разговора. То есть полное высыхание. То есть нормальная приготовленная поверхность, видите, вот она вот так работает. Вот это у меня клей. Вот здесь клей и здесь клей. То есть вот когда прикладываешь клеевые поверхности, реакции нет. У полиуретанового клея реакция температурная. То есть для того, чтобы пошла реакция, необходимо нагреть изделие. Поэтому ждем полного высыхания. 15-20 минут, в зависимости от температуры воздуха, влажности и разных факторов. В этот момент полиуретановый клей въедается в вашу подготовленную поверхность на лодке и въедается, соответственно, в заплав. Дальше. Как только высохло, это вы нанесли базовый слой. Наносим второй слой. Второй слой наносить обязательно. Наносим второй обязательный слой. И опять даем высохнуть полностью. После того, как высохнули, высох, клей не должен, вот при хорошем материале, хорошей заплате, и хорошим этим клей не белеет. Если у вас все материалы хорошие, обычно клей не белеет. То есть он как бы вот зачем, ну вот у меня здесь сейчас лежало вот это вот изделие, то есть ничего страшного нет. Можно после того, как вы это сделали, ремонт можно произвести в течение нескольких часов. Ничего такого нет. Когда клей нанесен уже на вот поверхности. После того, как вы все нанесли, вы убираете малярный скотч. Дальше делаете следующий модерн. Берете вот такую вот лопатку, я ее показывал в ролике. Берете фен. И, соответственно, прогреваете поверхность. Вот сейчас я произведу ламинационный слой один. Вот заламинирую вот этот фрагмент. То есть, но будем считать, что если здесь у вас повреждения, то я его здесь отремонтирую. То есть разницы никакой нет. Идея та же самая. Берем клей. Эрфен. Прогреваем. Прогревать надо до температуры порядка 40-50-40 градусов. Прогревать надо до температуры порядка 40-50-40 градусов. Прогрев. Откладываем фен. Теперь я беру. Ну вот в моем случае я ламинирую. Но у вас идея та же самая. Беру вот этот вот шпатель. И начинаю просто выгонять. Прикладываю заплатку по месту. И начинаю просто тупо, 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 тупо выгонять. Здесь предстоит тоже приклеить сейчас. У меня просто залом образуется. То есть здесь образовался пузырик небольшой. Мне его пришлось убрать сейчас. Вот. А так после этого у вас еще приклеено. Потом можно взять прикатной валик. Прогреть сверху чуть-чуть. Сильно греть не надо. Потому что клей может начать пузырить. Это не нужно. Приклеили. И оставляем это дело на сутки. Через сутки можно совершенно спокойно накачивать изделие до необходимого давления. Вот и все. Так что вот таким образом работает полиуретановые термоактивируемые клеи. И вот таким образом производится ремонт. После проведения ремонта материалами, например, вот такой жидкой латкой. То есть после жидкой латкой у вас изделие не пропускает воздух. Все отремонтировано. А вот этим вы производите наружное усиление. Соответственно, если у вас повреждение, допустим, с пятачок. Заплатку нужно делать плюс-минимум 2 сантиметра на стороны от ремонта. То есть полоски. Ничего страшного. Когда на лодке есть дыра, эстетика уже отходит плавно на второе место. Но можно, конечно, все это сделать красиво, культурно. Там полосочкой пустить. На другой стороне приклеить полосочку. Если попадете в цвет, сказать, потом, если вдруг будете продавать, сказать, да, это дизайн. То есть вот это дизайнерское решение. Но после этого дизайнерского решения, ну вот скажем так, полтора сантиметра, полтора сантиметра полиуретанового клея, ПВХ плюс на доске, вот у меня выдерживает давление полтора псяй. Ваша лодка накачивается, по-моему, 0,3 псяй. Вот. То есть давление лодки. А здесь полтора псяй. То есть вот это где-то 1,2 атмосферы, а у вас накачивается 0,2 атмосферы. То есть это вот работа лодок. А это всего лишь полутора сантиметровый слой клея. Правильно нанесенного и сделанного. Так что вот такие дела, ребят. Вот так производятся ремонты ПВХ лодок. Надеюсь, ролик был для вас полезным и познавательным. А так все. Спасибо за внимание. Подписываемся на канал. Не забываем ставить, не забываем подписаться. Не забываем поставить колокольчики. Не забываем поставить, как его, пальцы вверх. Ролики сейчас распространяются херово через YouTube. Не знаю, насколько это будет долго. Вот. Поэтому здесь как бы, ну, ролики нужно продвигать. Вы получили информацию, нашли. Дайте. Надо либо поделиться с другими. Либо, по крайней мере, не полениться и поставить палец вверх. Так что вот, ребят. Все. Спасибо за внимание. Вопросы, прием заказов по ремонту, по шиву тентов, по саббордам, по всеми цельным делам, по доскам для винсерфинга. Через почту, почта 1серж23собакамейл.ру Как всегда, пишите. Обязательно отвечу. Все. Спасибо за внимание. До свидания.